Фредерик, добро пожаловать. Начну с удивившего меня. Вы называете Москву самым веселым, праздничным и безумным городом. Откуда такое мнение о нашей столице? Странно. Неужели вы не согласны? Москва — это самое сумасшедшее место в мире. Приветливые люди, великолепная поэзия, безумно красивые девушки. Русские люди умеют радоваться жизни. Они устраивают такие вечеринки, о которых потом весь мир говорит годами. У русских широкая душа и широкая натура. Может быть, в прошлой своей жизни я был русским. А разве французы не умеют радоваться жизни? Мне кажется, французы более рациональны, чем русские. Мы постоянно анализируем происходящее. И ни для кого не секрет, что французы страшные экономы и не любят тратить деньги, только на самое необходимое. Нет, конечно, и среди парижан есть романтики и безумцы, но таких мало. Большая часть французов довольно серьезные и скучные люди. В русских намного больше энтузиазма. Читая вас, создается ощущение, что вы этакий любитель женщин и наркотиков. Это так? Насколько ваши романы автобиографичны и какой на самом деле Фредерик Бебедер? Мои книги – это микс воображения и правды. Что-то я преувеличиваю, что-то действительно взятое из моей жизни. Должна же быть в писателе какая-то загадка. В моей новой книге, кстати, все написано и чистейшая правда. Я рассказываю о своем детстве, семье, стране. И даже о том, как сидели в тюрьме. Да, меня арестовала полиция. Я сидел в парижской кутузке. И у меня было время подумать над своей жизнью. Кстати, вот мой портрет. Здесь мне 9 лет. Я чем-то здесь напоминаю девочку и ангела. А теперь посмотрите, каким я стал. До и после. Я попытался разобраться, что произошло со мной за эти годы. Почему я стал таким? Ведь у меня аристократические корни. Мои деды воевали во Второй мировой войне. Сейчас я многое переосмыслил и стараюсь исправиться. Слишком много ошибок я успел совершить. Зато ваш брат Чарльз полная вам противоположность. Серьезный человек основал брокерскую контору первую во Франции частную электросеть. Вам часто ставили его в пример родители? Да, это большая проблема. Очень тяжело вечно жить в тени брата и пытаться дотянуться до его уровня. Тем более, когда он всегда такой положительный, отличник, успешен в профессии, пользуется популярностью у женщин. Сегодня Чарльз очень богатый человек. Всю жизнь он был первым, а я вторым. Он был хорошим, а я разгильдяем. В детстве и юношестве мне страшно хотелось доказать, что я тоже чего-то стою. Возможно, наступит время, когда родители будут больше гордиться мной. Вы уже разоблачили в своих книгах рекламный бизнес, модельный бизнес, клубная жизнь. Следующей мишенью хотели выбрать телевидение. Почему отказались от этой идеи? Вы боитесь потерять свою работу на ТВ? Да, во Франции я занимаюсь тем же, что и вы. Веду программу на телевидении. Я знаю тот мир, его закулисье, его искусственность. Мне было бы интересно нарисовать такую гротескную карикатуру на мир телевидения. Но вы уже знаете, что после 99 франков меня уволили из рекламного агентства. Не хочется, чтобы с телевидением все закончилось так быстро. То есть книгу о телевидении вы напишите только тогда, когда она вам наскучит? Да, когда будет не страшно, что уволят. Так что понаберусь опыта, впечатлений и обязательно напишу книгу. Вы критикуете современный уклад жизни, а некоторые критики вас за то, что в ваших книгах слишком много секса и наркотиков. Вам хоть раз было стыдно за написанное? Стыдно? Нет. Но я со страхом жду моменты, когда моя дочь, ей сейчас 10 лет, прочтет мои книги. Сейчас пока мое творчество ей неинтересно. Но я боюсь, что когда Хлоя их прочтет, я потеряю в ее глазах всякий авторитет. Поэтому я прячу от нее свои романы. Один из ваших романов называется «Любовь живет три года». Откуда такая цифра? А вас это беспокоит? Нет, просто я в это не верю. Знаете, я долго копался в своих отношениях с женщинами, анализировал их. Первый раз я женился очень рано и через три года развелся. Я чувствовал себя несчастным и стал изучать статистику. Удивительно, но большинство браков распадается после трех лет. Нет, видимо, существует какой-то трехлетний кризис в отношениях. Возможно, я не прав, а любовь вечна. Но мы сейчас живем в такое время, что влюбиться не проблема. Кругом море красивых молодых людей. Проблема в том, чтобы оставаться влюбленным и сохранить любовь к одному и тому же человеку. Вот над этим я сейчас работаю. Ваша бывшая возлюбленная и мать вашей дочери Хлои, Дельфин Валет, недавно написала книгу о браке с вами под названием «Женщины предпочитают монстров». Как вам звание монстра? Я думаю, она права. Женщины любят сложных мужчин. Наверное, в чем-то и я, монстр и тиран. Потому что жуткий собственник и совершенно не умею притворяться. Наверное, я никогда не пойму женщин. Но почему-то, чем хуже мужчина относится к женщине, тем больше она его любит. Это невероятно. Но женщины – самые нелогичные и непредсказуемые существа на нашей планете. Не во всем с вами согласна, но спасибо вам за интересную беседу, успехов и новых книг. Спасибо, Александра. То есть вы не согласны с тем, что любовь живет три года? Нет, поэтому желаю вам найти любовь, которая будет длиться всю жизнь. Спасибо. Спасибо.